Пока же в последние дни лета родители больше размышляют на темы не философские, а жизненные. День знаний – праздник для всех учащихся. Но не все мамы и папы имеют финансовую возможность купить необходимое к школе. Накануне начала учебного года Кировский Центр социальной помощи семье устроил праздник. Елизавета Халикова узнала, что дарили детям помимо хорошего настроения. О, тоже замечательно. За школьной формой сыну и за констоварами дочкам. Многодетная мама Валентина Волобоева пришла сегодня в Центр социальной помощи. Женщина рассказывает, собирать в школу двоих детей всегда было непросто. Девочки мечтают о красивых платьях. В этом году уже третий ее ребенок пойдет в первый класс. Старших тоже периодически пользуемся помощью. Констовары стараемся покупать где-то подешевле. Одежду, да, у меня девочкам очень нравится. Сейчас еще одного нарядим в школу. В Центр социальной помощи приходят за вещами, которые с начала августа приносили неравнодушные кировчане в рамках акции «Доброе сердце». Выбрать портфель к школе своему сыну-шестикласснику пришла и Наталья Корякина. Говорит, собрать ребенка в школу в последние годы стало очень дорого. А здесь не только окружат заботой, но и дадут необходимые вещи. Одна жилетка 800 рублей. Дорого все. Не все, наверное, могут позволить купить все, что нужно. Давайте все вместе встанем в большой круг. Пока родители выбирали вещи, в которых нуждаются их дети, ребята играли с незнайкой и девочкой-отличницей. Таким образом, Центр помощи семье и детям устроил настоящий праздник о Дню Знаний. Сегодня пришли семьи, которые имеют детей с ограниченными возможностями. У нас пришло сегодня достаточно много семей, а также подошли семьи многодетные, малообеспеченные, неполные семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Сотни тетрадей и ручек, десятки рюкзаков, одежду. Принадлежности к школе бесплатно сегодня получили дети с ограниченными возможностями и ребята из многодетных семей. Организаторы надеются, благодаря празднику в школу дети пойдут, обеспеченные необходимыми учебными принадлежностями. Елизавета Халикова, Алексей Стахеев, Бюро новостей Давича.